Представьте себе, что есть некоторый прекрасный город, в котором есть дома. В некоторых домах живет один человек. Давайте считать, что домов, где ноль, не бывает. То есть есть дома, где живет один человек. Их количество обозначается один. Есть дома, в которых два человека, четыре человека и так далее. Возникает разбиение на слагаемые. То есть у нас есть единицы, у нас есть двойки. Самый большой дом, который уже больше всего людей. И это будет всего народа в городе. Общая количество людей. А давайте к этой ситуации подойдем совсем с другой стороны. Обозначим через дн сумму. Дн это число домов, в которых живет не менее чем м человек. Все дома давайте выстроим по убыванию численности. Есть самый маленький дом, есть побольше. И количество людей в самом большом доме обозначен А1, А2, А3 и так далее. У нас возникли две последовательности. Последовательность чисел D и последовательность чисел А. Вопрос. Если какая-нибудь связь... Итак, обозначим через ДМ количество тех домов, в которых живет не менее чем м житель. А через АМ количество жителей в М по величине дом. Требуется проверить следующее равенство. Оказывается, если вы сложите все эти самые числа D, какие есть, все, что есть, да? И если вы сложите все числа А, то получится одно и то же. Дальше. Если вы сложите квадраты чисел А, то у вас получится... И если вы сложите квадраты чисел D, то у вас получится аналогичное выражение с числами А. А, подсказка, это очевидно. Просто количество жителей города. Это действительно просто количество жителей города. Давайте объясним, почему. Я здесь на самом деле нарисовал уже решение. Выстроить дома от самого большого по меньше. Что такое А1? Это, ну, если рисовать каждого человека, видят две отдельные клеточки. Количество клеточек здесь. А2 здесь и так далее. Это просто сколько всего клеточек. Если вместо каждого дома рисовать клеточки по количеству швецов, то в таком случае количество клеточек. Отлично. А что такое количество домов, в которых живет один или больше людей? А это вот это. Длина вот этой полоски – это количество домов, в которых живет один или больше. А что такое количество домов, в которых живет два или больше? Длина вот этой полоски. А в какой-то момент заканчивается и так далее. То есть, если вы смотрите на эту таблицу в таком направлении и подсчитываете, то вы получаете число D. А если вы смотрите в таком направлении, то вы получаете число A. Вообще, есть такая простая операция с диаграммами Юнга. Когда у вас есть любая диаграмма Юнга, ее можно взять и отразить относительно прямой и уреграмной х. Тогда А-шки перейдут в Д-шки. Отлично. Теперь давайте объяснить Илья и Илья. Заметьте, пожалуйста, достаточно объяснить одно из этих равенств, потому что другое получается при помощи вот этого отражения. В нашей табличке, вот в этой числах ставьте. Вот когда у вас есть том из А-жителей, надо в нижнюю клетку написать единицу, в следующую тройку, в следующую написать пятерку, потом семерку, потом девятку. Ребята, если вы складываете нечерные числа, это мы сегодня делаем вообще-то, да? Получается квадрат количества слагаемых. Поэтому, когда вы напишите в каждом столбце снизу, начиная 1, 3 и так далее, 1, 3 и так далее, и так далее, то вы в каждом столбце получите в сумме квадрат соответствующего числа. А теперь смотрите, когда вы пойдете складывать по нижней плашке, вы получите D1, потому что там складываете, где были единицы написаны. Когда вы на следующем уровне, получится 3D2. Когда на следующем уровне, там были пятерки написаны. Понятная идея? Не знаю, мне кажется, симпатичная задача. Спасибо. 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 Спасибо.